Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Вчера Мася Шпак опубликовала часовое видео, где она рассуждала насчет своих отношений с Зашей Шпаком. Да, ребят, я был просто в шоке от откровений. Есть у Шпака такая тема, он нечистоплотный. Сколько мы раз ругались. Да даже здесь, в Калкане, как я кричала, блин, с криками, понимаете, сними штаны, дай хоть штаны эти постираю. Ну, всегда, знаете, об этом говорю, что святой человек не пахнет, что к святому человеку грязь не пристает. Ну, это одно. Ну, не приучен он к гигиене, он мог не чистить зубы по несколько дней. У него тотальный контроль во всем, вплоть, знаете, даже до чего. Не закрывай, этот, в туалет дверь, потому что я должен слышать, как ты, извините, какаешь. И должен проверить, как ты и чем ты там ходишь. Это не шутка. Я был в шоке от того количества информации, которое она выдала. Не держала в себе ничего. Самые маленькие, самые мерзкие, самые отвратительные детали про Сашу Шпака она рассказала. Знаете, огромное количество людей осудили Масю Шпак за то, что она хайпится на разводе. Во-первых, сейчас Саша Шпак сегодня с утра выкатил видео в ответ к опять вот этот вот стрим, где он объяснял, какая Мася Шпак, оказывается, тоже манипулятор и провокатор, и просто тиран в семье. Два тирана в семье, как оказывается. Ну, каждый будет сейчас лить говно на другого. Я понимаю некоторых людей, которые говорят, зачем это вываливать, зачем это нужно иметь в публичном пространстве. Вы разошлись, разошлись и все, молча, не нужно никому ничего знать. Я здесь с вами очень сильно не соглашусь. Я обожаю терки, я обожаю публичные скандалы, я ни капельки вообще не моралист. Мне чем больше вот такого вот откровенного, мне интересно, мне элементарно интересно, хочу все знать. Удивляюсь, когда наше сообщество говорит, а зачем вам знать, кто с кем спит? Да потому что мы говорим, мы сплетники, это в крови у сплетников, это в ДНК у нас такое. Хотим все знать, кто с кем спит, кто сколько зарабатывает и кто по сколько дней не чистит зубы. Здесь немножко другое. Я благодарен, постоянно благодарю абсолютно всех блогеров, абсолютно всех публичных людей, которые говорят о своей ситуации в нюансах публично. Потому что ту картинку, которую строил, выстраивал Саша Шпак, я сразу говорю, я на стороне массе, ничего не могу с этим. Да не буду я извиняться, могу поделать, не могу поделать. Я на стороне массе, потому что Саша Шпак от него веет, понимаете, вот есть такое ощущение, как шестое чувство. Вот у меня мое шестое чувство, оно показывает, что от таких людей, как Саша Шпак, нужно бежать. Или если вы согласились быть с таким человеком, как Саша Шпак, вы должны быть настолько субмиссивным к человеку, вы должны быть настолько послушным, покорным. Это у вас должно быть уже на уровень патологии, наверное, отклонения от нормы, чтобы быть с таким тираном. Я считаю, Саша Шпак это тиран, и когда Мася Шпак вот просто по пунктам все рассказала, ты думаешь, боже мой, огромная благодарность тебе, дорогая, за то, что ты это вывалила в публичный доступ. Я обязательно оставлю ссылку на эти два видео. Опять же, огромное количество людей говорят, не нужно было это делать, но замечательный комментарий у меня в моем телеграм-канале, кто не знает, почти 120 тысяч подписчиков. Сплетни новостей 24 часа в сутки, 15 редакторов трудятся, не покладая рук. Интереснейший, самый живой, самый горячий паблик в русскоязычном телеграме, это телеграм-сплетников, ссылка в закрепленных комментариях. И вот одна из сплетниц пишет, хочется сказать свое мнение, несмотря на то, что мне не нравится этот срач после расставания, и все это какое-то гадкое дело, я, побывав в ужасных отношениях с абьюзером, докатившись до больницы и депрессии, понимаю девушку, когда психика восстанавливается, и ты начинаешь до конца осознавать, с каким чудовищем ты жила, каким мерзким и жутким был твой партнер, у тебя появляются силы говорить. Тебе хочется своей болью поделиться с другими, хочется открыть глаза на этого человека. Обычно, судя по опыту, раскрыть глаза не получается, но я убеждена, что жертвы должны говорить о насильниках. Боже мой, спасибо за здравый смысл. Так что Масю понять можно. Она, наконец-то, нашла в себе силы говорить. И тут не корректно писать, 7 лет же жила. Друзья, созависимые отношения не про здравый смысл, это зависимость, тяга, боль и абьюз. Я читал этот комментарий, у меня мурашки бегали по всему телу. Я не раз говорил, что вот только сейчас, спустя 3 года после своего последнего развода, я осознаю, что я был в абьюзивных отношениях. И абьюз, это не побои, не всегда побои. Вернее, в моем случае, вообще их не было. Это не моральное давление, это не обзывание, ничего не было. Самое ужасное, что когда есть люди, манипуляторы, абьюзеры. Когда тебе невыносимо плохо в этих отношениях, а ты оглядываешься назад, и ты не понимаешь, а почему плохо-то? Тебя не бьют, не обзывают, вроде как любят. Это ужасное ощущение внутри, и ты понимаешь, что у тебя жуткий конфуз, потому что ты не понимаешь, откуда вот это состояние ужасной боли, неудовлетворенности и несчастья внутри. Огромная благодарность всем, кто говорит об абьюзе в отношениях. Шикарное видео Масси Шпак. Девчонки, пожалуйста, посмотрите. Мой совет, знаете, здесь один. Вы можете плевать на Массю Шпак. Вы можете не знать, кто такая Масси Шпак. Здесь ситуация немножко в другом. Посмотрите, если вы поймете после этого видео, что вы находитесь в абьюзивных отношениях, бегите. Не теряйте свое время, потому что энергетические вампиры, люди, которые упиваются тем, что вам плохо, вам некомфортно, а вы не можете уйти, потому что вы уже созависимы. Посмотрите, и пускай это будет для вас толчком к свободе, к счастью, чтобы вы вздохнули свободно. У меня здесь две красные линии на канале. Поддержка приютам и поддержка людям в абьюзивных отношениях или вышедшим из оных. Посмотрите, и дай бог это будет вам тем самым волшебным пенделем, которому вы так сильно нуждаетесь. Интересно послушать ваше мнение. Давайте без эмоций. Не надо им было выкатывать это все на публику. Нужно было. Им каждому медаль нужно дать. Каждому. И Саше, и Массе. За то, что говорят, поднимают такие сложные темы. Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать ваше мнение. Скончался звезда полицейского срублевки Ростислав Гулбис. Парню было 32 года. Все были просто в шоке. Вчера все паблики облетела эта новость. Как такое он может быть здоровый, молодой, успешный. Скончался в 32 года. Снимался он в полицейской срублевке. Чернобыль зона отчуждения. Точная причина его ухода неизвестна. Но, цитата его девушки, у него обострился панкреатит. Он не то, чтобы сильно страдал, но были небольшие приступы. Ростислав не злоупотреблял алкоголем. Просто такое истечение обстоятельств. Он вообще сегодня должен был ехать на премьеру. Так заявила, извините, директор, не девушка, а директор Гулбиса Екатерина Гольцман. В последние дни он находился на съемках клипа Good Times в Костроме. Внезапно он почувствовал недомогание. Госпитализировал одну из местных больниц. Несмотря на старания врачей, его не удалось вытащить с того света. Ужасно, ребят. Это все ужасно. Повторюсь, вот так вот не ожидаешь ты, наверное, да? Да не наверное. Никогда ты не ожидаешь, что в 32 года ты можешь уйти так скоропостижно. Повторюсь, опять же, про видео Алены Водонаевой. Не важно ваше отношение к Алене Водонаевой. Восхитительное видео у нее на канале про инсульт и как сильно молодеет эта болезнь. Она уносит огромное количество людей. Посмотрите, посмотрите. Берегите свое здоровье. Берегите себя по всем фронтам. Потому что живем сейчас в такое время, когда мы сами за себя. Вот как это называется. Понимаете? Врачи переполнены больницей. Сейчас время пандемии. Второй год пошел. И то, что сейчас происходит в России. Вот эта вот ситуация с пандемией, она страшна. Каждый сам за себя. Берегите себя. Любите себя. Потому что, если вы этого не сделаете, возможно, вам никто не поможет. Чистая правда нашей сегодняшней реалии. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Все вы знаете, на этом канале я всегда поддерживаю молодые стартапы. Ребята из глубинки, из России сделали замечательное приложение для телефонов. Это бесплатное приложение, которое называется Joco AI. Восхитительно. Смешное приложение, когда вы заканчиваете свои фотографии с помощью нейросети, оживляете эти самые фотографии. Потом накладываете на веселую музыку и заканчиваете эти 15-секундные ролики к себе в Инстаграм или в ТикТок. Море веселья. Обожаю это приложение. Ссылочка будет обязательно в описании к этому видео. Поддержите своих производителей и скачивайте замечательное приложение Joco AI. И говоря про ситуацию с коронавирусом, 45-летний режиссер клипов Вадим Шатров скончался от коронавируса. Сегодня под утро ушел мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации. Ковид пришел в мою семью и забрал у нас Софи Вадима. Я ни разу в жизни не была в такой ситуации. Написала вдова Шатрова. Вот такая вот ситуация. Можете верить, не можете не верить. Социальная дистанция, маски. Старайтесь как-то дистанцироваться. Потому что если вы видите то, что сейчас происходит, особенно в России, это ужасно. Прошу прощения, что каждый выпуск мы говорим про коронавирус. Сейчас это глобальная номер один тема вообще на планете. Это самый важный, серьезный инфоповод. Это не просто давайте перетрем за коронавирус. Я понимаю с каждого утюга. Но мы живем в такое время, когда нельзя игнорировать то, что сейчас происходит. И вот, пожалуйста, вам официальная статистика о России. Обогнала Евросоюз и США по недельной летальности от коронавируса. С 22 по 28 июня в России ушло 4030 человек. Такая как ВИЭС 2354. А в Соединенных Штатах 2127. Очень сложная сейчас ситуация в России с пандемией. Опять же, вчера прошел первый день, когда можно было войти в ресторан с помощью QR-кода. Без него вас просто внутри не обслуживали. Опять же, все террасы ломились. Все рестораны стояли пустые. Я смотря на те меры, которые принимают российские власти по ограничению распространения этой самой пандемии, я понимаю, что что-то идет не так. Ни одной страны не было на этой планете, где закрывали только рестораны. Параллельно с этим проводя огромное количество фестивалей. Вы только посмотрите. С 1 по 3 июля Казань. Фестиваль улицы Баров. С 31 по 1 августа Summerfest от Сбера. С 6 по 8 августа еще один. Нашествие вроде бы перенесли. Улетай 2021. Вы понимаете, огромное количество запланированных фестивалей по всей России. Вот прямо в эти дни. Вы понимаете, что происходит? Огромное количество приглашенных звезд. Огромные толпы народа будут идти на эти самые фестивали. При той ужасной статистике, когда более 20 тысяч ежедневно заболевают в России коронавирусом. Вот как логика работает. Мы закрываем только рестораны внутри. Зато все террасы открыты. Мне пишут люди, москвичи и питерцы, что в Москве и в Петербурге в час пик, в метро. Это любой фестиваль отдыхает. Как можно быть настолько непоследовательными? Принимать настолько неправильные решения, которые компрометируют и устраивают саботаж самих себя. Что бы вы знали, дорогие мои, в Петербурге после прививки от коронавируса заболело 2,5 тысячи человек. Половина из них после второго укола. В Москве же подобную статистику скрывают. Как? Как при такой скрытой статистике? Кто-то мне пишет в моем телеграм-канале. Антон, а кто из этих людей, которые заболели коронавирусом после официальной прививки, купили эту самую прививку? На самом деле они ничем не вакцинировались. Я не знаю. Ну вот там статистика. Давайте вот в теории предположим, что это действительно после спутника 2,5 тысячи человек заболело. Почему в Москве официально скрывают эту статистику? По какой причине? Это должна быть предельно чистая, кристально прозрачная информация. Вы заставляете людей, принуждаете их к принудительно добровольной вакцинации. Так это сейчас называется в России. По-другому ты не назовешь ту ситуацию, которая сейчас там происходит. И как вы скрываете ту статистику, это официально, мне говорят, ее не ведут. Да, конечно, ее не ведут. Конечно, в Питере ведут, в Москве не ведут, да? По какой причине скрывается статистика заболевших после второго укола российской вакцины? После какой вакцины? Или это спутник, или это кови-вак, или еще там что? По какой причине вы не даете людям информацию, что можно заболеть, и после какой прививки? Что? Почему это все в тайне? И как вы рассчитываете, что имея вот эту вот тайну, вы скрываете от людей всю информацию, и вы рассчитываете, что пойдет поголовная вакцинация? Цитаты меня самого из моего телеграм-канала. Постоянно проецировал свое восприятие на вакцинацию в России через призму европейских реалий. А по итогу агитировал прививаться вакцины посредством вакцинации, которые могут быть фатальны. Прошу прощения, если я, опять же, сидя в Европе, где ты получишь и Джонсонс, и Джонсонс, и один раз, который делается, и Пфайзер, и Астрозенека, и что тут только нету. И все одобрены в ООС, и нету вот этих страшных заболеваний. Есть осложнения, конечно. Но я говорю, я, наверное, не имел права говорить, идите вакцинируйтесь. Смотря на ситуацию в России, я же вещаю, ну и Россию, и Украину, да? И я не могу судить и давать советы своей аудитории, исходя из европейских реалий. Ведь правда? А когда ты получаешь такую информацию, ты думаешь, ух, две с половиной тысячи заболевших после второго укола. Какая пропаганда? Куда? Идите, привейтесь и заболейте? Я в шоке. Забираю свои слова, идите, вакцинируйтесь. Делайте, что хотите, это ваш выбор. Я не говорю, что не идите. Огромное количество людей привились спутникам. Но при такой статистике в Питере и при полной тайне этой же статистике в Москве, живите, как река повернет. Понимаете? Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, а когда у Оли были сложности и проблемы, я хотел ее поддержать. Как думаете, как я поступил? Да, действительно, ребята, я ей написал сообщение, только не на обычный телефон, а в Инстаграме, в Директе. И она мне ответила, а как вы думаете, по какой причине я это писал? Мне стало как-то грустно, жалко ее. И я решил посоветоваться с женой. И я сказал, давай поддержим Олю, жалко ее по-человечески. И принял решение писать ее в Директ. И Оля ответила. И перекинулись прямо пару фраз и договорились на встречу. Последнее время, наблюдая за Дмитрием Тарасовым, отторжение. Ребята, вот прям мерзотный, отвратительный мужик. Кто не знает, сейчас он, насколько я понял, не играет в футбол. И сейчас у него пошла вот эта вот тема с проталкиваемой курсой, как построить правильную семью, как воспитать своих детей. Бла-бла-бла, чушь собачья. Инфоцыганство. Подался мужик в инфоцыганство, потому что наверняка привык к легким деньгам. И это тот способ легкого заработка для взрослого мужика, отца троих детей. Это сидеть в инстаграмчике, пилить вот эти вот сторисы. Боже мой, нищедонное. Назовем это так, когда смотришь, что на Комара Айранова, что вот на этого Чудика, да. И вот сейчас, когда Ольга Бузова, сейчас она в Африке, снимает свое новое шоу. Туда и Боня вроде улетела. Сейчас новое шоу, вроде Звезды в Африке. Что-то такое, как-то так называется. Помните, наверное, еще сколько, месяца 8 назад шли слухи, что Яна Троянова не будет больше вести последний герой, а будет вести Ольга Бузова. Тогда Троянова это все высмело. Оказывается, вон оно, что все это время, практически год, готовилось это шоу вести, которое будет Ольга Бузова снимать. Это будет все в Африке. Значит, Звезды в Африке там набрали опять этих сбитых летчиков, которые будут, я не знаю, выживать в условиях Африки. Вопрос немножко другой. Вот когда ты смотришь на этого мужика, ребят, ну вот мое ощущение отторжения, когда я вижу вот это сморщенное лицо, тычащее вот себя самого в камеру телефона, прям, вот знаете, звенит. Вот есть такие отвратительные люди. И вот этот вот сейчас, давайте я вам расскажу, как происходил самый громкий развод года. Вот когда у тебя не остается ничего в этом мире, у тебя нет возможности заработать, я не знаю, я не знаю про заработки этого мужика, ничего не знаю. Ну как же мерзко, когда ты начинаешь вести себя, как ржавое ведро течь. Серьезно? Самый громкий развод года? Ты рассказываешь про свою бывшую жену Ольгу Бузова, как вы с ней развелись, потому что что? Ольга Бузова, как это не ужасно было бы, она сейчас звезда первой величины в России, и все, что тебе нужно, это присосаться к ее славе, по факту, да? Чтобы хоть как-то привлечь внимание к своему сморщенному лицу. Отвратительный, ребят, отвратительный мужик. То, что сейчас происходит в России, вы видите, мужики, они инфантилы, они вырождаются, как вот, нет вот этого мачизма в русских мужиках. Сидят, им все все обязано, я все разошлась, я тебя еще прописочу в инстаграмчике. Мерзоты, блин. Ольга, выплывай. Смотрите, какое дно. Брат Александра Кокорина попал за решетку, за драку в одном из столичных ресторанов. Кирилл Кокорин, господи, боже мой. Помните этого Кокорина, футболиста, да, который избивал табуретку? Заместители депутата, что там по пьяни, когда они сидели, реально мотали реальный срок в колонии, отпустили их, конечно, всех очень быстро, но, боже мой, когда ты смотришь, что братик точно такой же, кто все эти чертовы быдла гопота. Самая настоящая гопота. В такие моменты ты понимаешь, черт возьми, от осинок не родятся апельсинки, яблочко от яблок недалеко падает. Второго братца загребли. Боженька ты мой. Когда ты смотришь на вот этих вот публичных или околопубличных людей, которых там схватывают, крутят, сажают за решетки, у меня мысль только одна. Всегда мысль только одна. Говорят, вот, Ивлеева сейчас там 500 неоплаченных штрафов за неправильное вождение машины. То есть, по факту, я думаю, надо увечивать раз в три эти неоплаченные штрафы, потому что какие-то моменты она все равно нарушала, но это стандарт, значит, это уже манера вождения, когда 500 неоплаченных штрафов, правильно? Это ты уже вообще улетевший в никуда человек, когда ты ездишь, как ты хочешь. То есть, 500 ее только раз поймали, а все остальное время она ездила так же, как хотела, просто и не поймали. Я вот смотря на этих вот братьев Кокориных и думаешь, боже мой, вот одного сейчас схватили, а, наверное, сколько раз он так же бился в ресторанах, только уходил от наказания, уходил от правосудия. Ужасно это все. И сейчас Настя Ивлеева в Риме, сейчас Ким Кардашьян в Риме, Кейт Мосс в Риме, все сейчас полетели в Рим. Я очень люблю город Рим, но неважно. И вот сейчас она изо всех сил пыталась вот немытем-то гатанем достучаться до Ким Кардашьяна. Давай встретимся, давай бахнем Просека. Смотрим. Мусь, Заюш, я знаю, что это время, как бы, немного кто сейчас время, да, а мы с тобой две успешные, продуктивные, невероятные девушки в одном городе. Я считаю, что нам нужно встретиться, нормально уже познакомиться, пообщаться, более что, как бы, я думаю, что мы с тобой найдем общий язык. Вот, если что, я в серой футболке с папой, если вдруг ты меня увидишь на улице, подходи, вот, не стесняйся. Ну, а в целом напиши, я тебе здесь отмечу, директ открыт. Хоть просеки ебаним. Или ты не пьешь, наверное. Все, конечно, вот это вот российская манера, это типичная российская манера. Давайте, ребята, я на свою миллионную аудиторию говорю, давайте пойдем к Ким Кардашьян, засрем ей комментарии в ее инстаграмчике под последним постом, чтобы она обратила внимание на меня. Харламов это делал, вот Ивлеева туда же, господи, вот сидит косоязычная девочка, Настя Ивлеева. Я не могу понять, на какой момент она из крутого блогера превратилась вот в это непонятно что. Косоязычная, что-то пытающаяся там достучаться до кого-то, непонятная вот эта манера общения. Отвратительно. Я не знаю, почему она стала мне лично отвратительной, жутко неприятной человек. И вот она, значит, сидит, давайте я, вот, пойдем к Ким Кардашьян, бахнем просека. Твою мать, ты большой блогер. Можно ля класс немножко? Я понимаю, вот и есть твой образ. Девчонки из подворотни, из соседнего двора, назовем так, да? По лестничной площадке. Ну, черт возьми, ты взрослая девчонка. Ну, хоть немножко ля класса, да? И серьезно, иностранную звезду ты зовешь на русском языке. Такие вот люди, они складывают общее впечатление о русских в принципе. Вот такое что-то непонятно бадловатое, не знающее английского, сидящее, шатающееся, блин, со стаканчиком просека, давайте с Ким Кардашьян. Довертеть тебе Ким Кардашьян хотела, я уверен, дорогая Настенька. И встреча с Ким Кардашьян нужен тебе, а уж совсем не Ким Кардашьян. Давайте пообщаемся в комментариях, интересно будет послушать ваше мнение. Дорогие мои спецназчики, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Фунтик Влада Калуга, восхитительный маленький приют, которому мы не раз помогали. Пожалуйста, не проходите мимо, я обязательно оставлю ссылку на их инстаграм. Переходите, спросите, в чем нужда. Перевидите хоть сколько ему, 30, 20, 10 рублей. Поверьте мне, перевод в 10 рублей от 1000 человек, это уже огромная помощь. Ни один приют мы вытаскивали из долговых ям, поэтому не проходите мимо. Пожалуйста, помогайте всем, кому вы только можете. Не проходите мимо страданий бездомных животных, потому что кто, если не мы сплетники. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, с вашей помощью жизнь действительно становится легче. Спасибо еще раз всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok